МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Так уж получилось, что рождение нашего канала, а произошло это в сентябре 2006 года, совпало с первой нашей совместной акцией с коллегами, журналом автомобилей, который тогда проводил гран-при, очередной гран-при спорткаров или автомобилей, претендующих на звание машин со спортивным характером. Именно так позиционируют эти машины те, кто продает их официально на российском рынке. И вот прошел год. И снова очередной гран-при журнал автомобилей, в котором мы тоже принимаем активное участие. И снова 16 машин, которые по заверениям их производителей отличаются ярко выраженным спортивным характером. Наша задача, задача жюри, где все то же и все те же, и ваш покорный слуга в том числе, оценить, насколько эти претензии обоснованы. Причем на сей раз тест этих автомобилей будет проходить не на Дмитровском полигоне, а на трассе Мечково-Московское кольцо. На настоящей гоночной трассе, что лишь будет способствовать объективности оценок. А оценки будут выставляться вот здесь, вот в таких вот папочках. И оцениваться машины будут по разгонной динамике, тормозной динамике, управляемости на высокой скорости, курсовой устойчивости, эргономике основных органов управления, удобству входа-выхода, удобству посадки, обзорности, качество интерьера и, самая субъективная оценка, удовольствие от автомобиля. Я надеюсь, что мы его получим. Максим Травин, Олег Кисельман, Алексей Лысенков, Екатерина Каренина, Александр Кабенко, Алексей Васильев, Юрий Гейко и ваш покорный слуга. Нам предстояла нелегкая работа, ведь пришлось оценивать по одним и тем же критериям совершенно разные машины, как в том анекдоте. Вот эта крыша зеленая, а та шифером крыта. Вот так люди живут, живут и женятся. Но нельзя одной и той же логикой постичь Jaguar X-K и Citroën C2. А ведь каждый из них может победить, несмотря на разницу в весе, цене и мощности. И только трасса для всех одна. Это новый набор спортивных автомобилей, которые предлагаются в настоящий момент на нашем рынке. Конечно же, те автомобили, которые тестировались в прежние годы, некоторые из них еще очень актуальны и даже конкурентоспособны. Но нам интересно, конечно же, новые автомобили. И в этом смысл, и в этом причина, почему мы собираем вот эти 15 автомобилей каждый год. С тем, чтобы происходило обновление, и мы чувствовали, в чем прогресс, куда, каковы тенденции в развитии спортивного, в кавычках, конечно, автомобилестроения. Volkswagen Golf GT дебутировал в 2005 году. При помощи двух последовательных наддувов механического и турбины немцам удалось снять с 1400 кубов 170 лошадиных сил. Разгун с нуля до сотни занимает меньше 8 секунд. Ну, чем не полноценный спорт? В принципе, Golf внутри он практически идеален. Здесь хорошие материалы. Невозможно практически придраться к эргономике. И именно поэтому этот автомобиль практически не запоминается. Не запомнился бы, если бы не этот совершенно сумасшедший мотор. Напомню, что здесь под капотом 1400 кубов, но 107 лошадиных сил, потому что здесь параллельно стоят два нагнетателя. Один компрессор механический, а потом вслед за ним идет турбина. И именно поэтому здесь нет откровенно ярких, откровенно глубоких провалов. И мотор на самом деле поражает своей тяговитостью, потому что 250 ньютонов на метр момента – это, в общем, серьезная история для такого небольшого объема для бензинового мотора. Что касается коробки передач, то вот на заказ этот Golf GT можно оснастить роботизированной коробкой DSG. Одной педалью меньше, педалью сцепления. И на самом деле, если мы вот здесь на трассе не будем ловить секунды, то автомата хватает за глаза. И на самом деле вот это делает Golf GT довольно универсальным автомобилем, поскольку это и большая хозяйственная сумка на колесах, на которой можно спокойно таскаться по булочным, прачечным и детским садам. А с другой стороны, если бы были трек-дни в нашей стране, то можно было совершенно спокойно за небольшую денежку вот так вырулить на нем куда-нибудь сюда в Мечково на выходные и прохватить кружочкой в пять. Volvo C30 T5. Топовая версия шведского купе, которую увидела свет в 2006 году. 220-сильный турбомотор на тонну 400 кило – это очень неплохо. Разгон с нуля до сотни происходит всего за 6,7 секунды. И всё же. На самом деле, Volvo C30 можно назвать спортивным автомобилем настолько, насколько спортивным могут быть ночные танцы в дискотеке. Потому что это абсолютно тусовый аппарат. Этот автомобиль не предназначен для тех же самых трек-дней. Но он отлично подходит для того, чтобы каждый вечер до утра передвигаться из точки А в точку Б, причём передвигаться быстро и стильно. Вот это главное, пожалуй, достоинство Volvo C30. И если кто-то ждёт от этой машины взрывного мотора, табуреточной подвески, от которой позвоночник осыпается в трусы, и очень коротких передач, то тот абсолютно не понимает маркетинговую политику компании Volvo. Потому что такой автомобиль купят совсем другие люди, и он будет называться уже по-другому. Это будет вообще другая машина другой марки. А что касается именно Volvo, то вот та самая безопасность, которую Volvo все активно пропагандирует, вот она здесь есть. И машина прощает очень много ошибок и их компенсирует. И что как бы подчёркивает этот характер, вот этот характер машины с запасом, машины с защитой от дурака, для того, чтобы отключить электронную систему стабилизации, нужно залезть в меню. Просто нажатием кнопочки. Ты этого здесь не сделаешь. И это о многом говорит. Инфинити G35. Его V-образная шестёрка выдаёт в максимуме 310 лошадей. Есть и полноприводная версия. А в модификации M45 в том же кузове может стоять и V-образная восьмёрка в 330 лошадиных сил. Но наш подопытный кролик мышцами так не играл. Если Инфинити – это спорткар, то, видимо, это спорткар для тех, для кого спортом, большим спортом является фитнес. Причём не каждый день, а исключительно по вторникам и четвергам. Потому что в пятницу вечером, God's thanks is Friday, нужно ехать и пить пиво с друзьями. А после этого нужно, чтобы сильно не болтало, а было мягенько и комфортно по дороге домой. И вот для этого-то как раз Инфинити очень и очень хорошо приспособлен. Машина американская. С абсолютно американскими повадками и представлениями о том, каким должен быть автомобиль для Япи. Вот тормоза здесь потрясающие. Но они абсолютно. Они не позволяют точно дозировать замедление. И они вот плюс-минус, как клавиши на компьютере. Нажал стрелочку, поехало вправо, нажал кнопочку вниз, стало тормозить. Для спорткара, на мой взгляд, это абсолютно неприемлемо и недопустимо. Потому что тормоз есть такой же элемент управления, такой же орган управления, как руль и газ. К сожалению, Инфинити нам этих вариантов не предлагает. С другой стороны, за чьим нужны фитнес-зале, шиповки и боксерские перчатки. Ягуар S-Type-R. Он мог бы быть злым, с почти 400-сильным турбированным мотором, который выстреливает этот роскошный седан до сотни за пять секунд. Но он добр и вальяжен, как все по-настоящему сильные создания. На самом деле, есть легкий эффект погружения в далекие 60-е. Даже вот перелом 60-х и 50-х, когда обычные дорожные ягуары, то, что англичане называли «salун-карс», они выступали в кольцевых гонках, причем без каких-либо заметных переделок. Даже каркас безопасности был весьма условный. И вот Type S-R – это такой вот динозавр, который словно воскрес вот из той эпохи. В любом случае, этот автомобиль, который провоцирует на очень динамичную, даже, можно сказать, резкую езду. Есть вальяжность такая у него, она во всем. Она и в манерах, и в руле. Руль-то ватный немножко такой. Но так должно быть. Это ягуар так должно быть. Это же не спорткар. Это же дорогой седан. Это черта породы. Тут никуда не денешься. Автомобиль очень и очень породистый. Ауди ТТ-образца 2005 года – машина второго поколения. Она стала больше, но легче. Полный привод, 250 сил, сняток своеобразной шестерки, разгон до сотни за 6 секунд и хитрые амортизаторы, которые за сотые доли секунды меняют жесткость по команде компьютера. Все это делает ТТ настоящим спорткаром. Но в отличие от предыдущей версии, откровенного городского спринтера Сарванца и Проныры, новый ТТ – это уже больше гран-туризма. Аппарат куда более зрелый и взрослый. Может, фанаты ТТ просто выросли вместе с объектом своего вожделения? Но что же тогда делать молодым? СААП-93 Аэро с кузовом кабриолет. 250 сил с моторов 2,8 сняли при помощи наддува. Разгон происходит до сотни за 7,2 секунды. А то, что нет крыши? Да ведь раньше все гоночные автомобили имели открытые кузова. Правда, покоились эти кузова на рамах. И это в корне меняет дело. На самом деле, эту версию СААБа пора было бы назвать не Аэро, а Аква. Потому что он не летит. Он скорее плывет. И главный недостаток этого автомобиля на гоночной трассе, это, естественно, отсутствие жесткой крыши, которая является важнейшим силовым элементом конструкции. Отсюда и вот эти вот движения в плоскости. Отсюда и полученный износ шин наверняка. Но с другой стороны, если научиться хорошо, правильно и быстро ездить на этом, поедешь на чем угодно. Ну, это так, ирония. Если говорить серьезно, то даже на гоночной трассе ездить на такой машине очень большое удовольствие. Особенно потому, что с открытой крышей скорость чувствуется в квадрате. Если еще рядом посадить вот не вот этого серьезного парня, который записывал мои ощущения, а какую-нибудь веселую девчонку, которая бы повизгивала в поворотах, вот тогда был бы двойной кайф. Нет, на самом деле, то, что они сделали из кабриолета, это даже не сто, это 120% того, что можно было бы сделать. Потому что совместить несвместимое все равно невозможно. Но сделать кабриолет настолько управляемым и настолько драйверским, наверное, это большое достижение шведов, в частности, и GM-оксов в целом. МПС. Волшебные буквы, уже снискавшие фанатов, означают заряженные версии Мазды. В данном случае мы имеем дело с хэтчбеком третьей семьи. 260-сильный волчонок в овечьей шкуре способный разменять вторую сотню за 6,5 секунд. И при этом все происходит по-взрослому. Ударно, резко, вкусно. И вкус этот, вкус стали. Безо всяких искусственных ароматизаторов. Но с виду скромная девочка-хорошистка. Слишком скромная, чтобы ее вожделеть, не познакомившись поближе. Мазда на ЮНПС это апофеоз концепции горячих хэтчбеков, которая зародилась еще в 70-х годах 20-го века. Просто так получилось, что хэтчбеки со временем становились все тяжелее, все напичканнее, все комфортабельнее. А поэтому двигатели на них тоже приходилось ставить все более и более мощный. И вот мы имеем полторы тонны веса и 260 лошадиных сил в современный горячий хэтчбек. Это уже машина, в которой есть DVD, раздельный климат-контроль, навигация. Раньше, что кофе они сами не варят. А здесь нет, все, здесь все по-простому, здесь все так, как было тогда, когда деревья были большими, а еще были кислыми. И поэтому в этом отношении Мазда 3 МПС может доставить огромное удовольствие тем, кто немножко ностальгирует по простым и неотягощенным автомобилям. Но, с другой стороны, по моему субъективному ощущению, 260 лошадиных сил при отсутствии полного привода это все-таки уже перебор.